В районном центре прошла ежегодная торжественная церемония вручения стипендий имени основоположника адыгской литературы Тимбота Магомедовича Кирашева. Стипендия сегодня вручается в 29-й раз, и ею были удостойны 38 лучших представителей молодежи Кашхабльского района, а именно студенты, отличники, выпускники школ района, обучающиеся в различных вузах страны. Виновники торжества, их родители и директора школ собрались сегодня возле памятного бюста Тимбота Кирашева, который находится в парковой зоне аула Кашхабль. Сегодня мы продолжаем добрую традицию, которая берет начало с 1993 года. Это церемония вручения стипендии основоположника адыгской литературы, лауреата государственной премии СССР Тимбота Магомедовича Кирашева, студентам-отличникам, которые закончили наши школы и обучаются в различных вузах страны. Присутствующие здесь студенты учатся в городе Москва, Пенза, Сочи, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Краснодар и, конечно же, в столице нашей республики, городе Майкопе. В торжественной церемонии вручения приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов. Поприветствовал студентов руководители района Заур Хамирзов. Очень приятно вручать вот эту именную стипендию. Тимбон Магомедович, он являлся основоположником адыгейской литературы, человек, который внес очень серьезный вклад в развитие национальной культуры и получать именно его именную стипендию, я думаю, очень почетно. Я хотел бы поблагодарить вас всех за отличные показатели в учебе, потому что вы являетесь лицом нашего Кашхабльского района. География у вас очень обширная, практически вся страна, и именно по вам судят жители Кашхабльского района и республики Адыгея. Хотел бы пожелать всем вам успехов в учебе, благополучия, здоровья. Все ваши специальности, они будут востребованы. Мы всегда будем рады вас видеть у нас. Поздравил виновников торжества и пожелал им дальнейших успехов в учебе и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Всей души рад приветствовать сегодня лауреатов сегодняшней премии, их родителей, учителей. Хочу пожелать вам в этот день, прежде всего, здоровья, больших хороших дел, больших достижений, реализации всех ваших намеченных планов. Пусть у вас в жизни все получается. На сегодняшнем этапе жизни вы делаете главное и правильное действие. Вы получаете тот багаж знаний, который вам, несомненно, пригодится в дальнейшей жизни. Я хочу пожелать вам, чтобы вы так же благополучно, как и получаете это, сегодня радуя нас своими достижениями, вы могли воплотить свои знания в дальнейшем в труде, который, несомненно, предстоит каждому из вас выбрать уже свое место, где будет каждый из вас работать. Удачи вам, дорогие ребята, и чтобы еще много-много раз проходила такая церемония в районе, 29-я церемония. Пусть будет и 30-я, и 40-я, пусть талантливых, умных деток всегда в нашем районе будут чествовать, говорить им хорошие слова, а они будут радовать нас своими результатами. Удачи вам, хорошего, красивого, жизненного пути, удачного выбора профессии, и чтобы все в вашей жизни получалось. А сейчас мы переходим непосредственно к церемонии вручения. Для зачтения постановления главы муниципального образования Кашхабльский район приглашается ведущий специалист управления образования Мамкегова Сусана Рамазановна. В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Кашхабльский район от 11 августа 2022 года для вручения стипендий имени Тимбота Магометовича Кирашева по итогам 2021-2022 учебного года приглашается Адыгейский государственный университет, факультет иностранных языков, Кубова Джанета Аслановна, второй курс магистратуры, средняя образовательная школа номер два. Факультет социальных технологий и туризма Хамукова Заира Каплановна, первый курс, средняя образовательная школа номер один. Факультет педагогики и психологии Васильева Диана Викторовна, второй курс, средняя образовательная школа номер один. Батышева Диана Руслановна, четвертый курс, бакалавр, средняя образовательная школа номер три. Факультет адыгейской филологии и культуры Шултанова Милана Назировна, первый курс, средняя общеобразовательная школа, номер пять. Копский государственный технологический университет, лечебный факультет, Красанов Султан Рустамович, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер три. Коголегова Дарина Ибрагимовна, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер одиннадцать. Ричева Лиана Аслановна, второй курс, средняя общеобразовательная школа, номер одиннадцать. Куажева Жанна Хасанбеевна, пятый курс, средняя общеобразовательная школа, номер четыре. Зикохов Тамерлан Артурович, первый курс, средняя общеобразовательная школа, номер пять. Термацевтический факультет, Батышева Дарина Пшимафовна, пятый курс, средняя общеобразовательная школа, номер два. Факультет аграрных технологий, Хагова Диана Астарбиевна, второй курс, средняя общеобразовательная школа, номер пять. Кубанский государственный университет, факультет педагогики, психологии и коммуникативистики, Слюсарева Мария Александровна, магистратура, средняя общеобразовательная школа, номер одиннадцать. А сейчас мы приглашаем Александра Валентиновича, пожалуйста, дальше продолжить церемонию улучшения. Карданова Диана Мураторна, магистратура, средняя общеобразовательная школа, номер один. Факультет спорта, Мамишев Ислам Эдуардович, второй курс, средняя общеобразовательная школа, номер девять. Бензинский государственный технологический университет, автоматизация технологических процессов и производства. Агапов Александр Юрьевич, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер восемь. Донской государственный технический университет, факультет информатики и вычислительной техники. Агимин Олег Викторович, второй курс, средняя общеобразовательная школа, номер один. Кубанский государственный аграрный университет, юридический факультет, Кахмесова Милана Вячеславовна, первый курс, средняя общеобразовательная школа, номер один. Армавирский государственный педагогический университет, исторический факультет, история и общество знания, Краснюк Анастасия Александровна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер семь. Факультет технологии, экономики и дизайна, Кашмин Азарема Юрьевна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер один. Южно-российский государственный политехнический университет, имени Платова, механический факультет технологии и транспортных процессов, Муратова Джанет Сальмановна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер пять. Ростовская государственная консерватория, имени Рахманинова, факультет Ватопиана, Чахалян, ГАЭНЭ, Аганесовна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер один. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, город Москва, факультет экономики и бизнеса, Каракая, Вазурет, Нагбиевна, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер два. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, юридический факультет, Курашинов Алим Анзорович, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер два. Факультет экономики, Киргашева Динара Султановна, первый курс, средняя общеобразовательная школа, номер один. Ростовский государственный экономический университет, факультет менеджмента и предпринимательства, Качемизова Милана Беслановна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер четыре. Учетно-экономический факультет, Кемова Милана Руслановна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер два. Юридический факультет, Кабардаева Нафисет Рамазановна, четвертый курс, средняя общеобразовательная школа, номер два. Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал Волгоградской государственной медицинской академии, факультет медицинский. Ямпольская Ольга Викторовна, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер восемь. Саратовская государственная юридическая академия, институт прокуратуры, факультет судебная и прокурорская деятельность, Шигонова Азида Кадрбекшева, второй курс, средняя общеобразовательная школа, номер шесть. Российский университет правосудия, юридический факультет, Каконова Зара Азаматовна, третий курс, средняя общеобразовательная школа, номер шесть. Как выше было отмечено, стипендию сегодня получили 38 отличников учебы. Это на пять человек больше, чем в прошлом году. Правда, лично присутствовать на церемонии смогли не все, поэтому цветы и стипендию за них получили их родители. От лица родителей на мероприятии выступила Марина Тхагова. Очень приятно присутствовать на таком знаменательном событии, как учение киражевской стипенции. От имени всех родителей и от себя лично хочу выразить слова благодарности за особую большую долю внимания и поддержку наших студентов. Хочу пожелать руководству района, чтобы была возможность продолжать эту добрую традицию и поддержку лучших студентов. Хочу пожелать крепкого здоровья, процветания и успехов в труде. Ну а студентам хочу пожелать дальнейших успехов, чтобы каждый день был полон новых целей, стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Спасибо. Удачи всем. Ответное слово от имени студентов было предоставлено Азиде Пшигоновой. Меня зовут Заур Аскорбевич. От имени всех киражевских стипендиантов хочу выразить вам глубокую благодарность за поддержку. Для нас большая честь получить сегодня стипендии имени Тимбота Киражева, величайшего адыгейского писателя. Нам всем очень приятно, несмотря на то, что мы все учимся в разных городах России, наша малая родина не оставляет без внимания наши достижения в учебе. Мы обещаем вам, что не подведем вас и всегда будем помнить свою принадлежность к району. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность нашим школьным учителям и Берзеговой Асядхамедовне, которые всегда за нас болеют, всегда интересуются нашими достижениями и успехами. Это отчасти и ваша заслуга. Одинное спасибо хочу сказать нашим родителям. Мы обязаны вам всем. Низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо. По окончанию торжественной части все присутствующие возложили цветы к памятному бюсту Тимбота Киражева, после чего было сделано общее фото на память. Несмотря на свой юный возраст, ребята успели отличиться и внести свою лепту в копилку достижений района. Без сомнения, стипендия для них станет дополнительным стимулом к новым успехам и победам. Продолжение следует... Продолжение следует...